Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь от всей души, конечно же, благодарю вас за прекрасные и позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад, который называется «Мое место в жизни мужчины». Данный расклад, тему данного расклада предложила также Анастасия Пестова. Я, конечно, подумала, как лучше осветить эту тему. И посмотрим, конечно, посмотрим, как и остальные достаточно глубоко. То есть, выложу я еще несколько дополнительных карт. Но при всем при этом, конечно же, девочки, напоминаю вам о том, что это все-таки общий онлайн расклад. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите внизу под этим видео. Именно звоните, не пишите. На звонок точно не отвечу, потому что звонок мешает проведению консультаций и записи видео. Также напоминаю, что консультация, конечно же, платная. Но у меня есть разные форматы консультации. Так, чтобы каждая из вас могла себе позволить обратиться ко мне за помощью. Также, девочки, напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение. Очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Итак, сегодня в раскладе будет, как всегда, 4 позиции. Расклад я делаю на картах Таро Арканум. Карты энергетически мощные, очень информативные, да и просто красивые. Итак, приступаем. Подумайте сейчас о своих мужчинах, чтобы карты почувствовали энергию ваших мужчин. И посмотрим, какое же место вы занимаете в жизни мужчины. Итак, 4 позиции. Первая позиция. Вторая позиция. Третья и четвёртая позиция. Итак, девочки, сосредоточьтесь. Представьте своего мужчину. Почувствуйте его. И интуитивно выберите ту позицию, которая вам нравится или которая у вас отзывается. Если вы выбираете позицию, позиции для нескольких мужчин, то после каждого мужчины переключите своё внимание и мысли на что-то отвлечённое. Только после этого. Также сосредоточенно выбирайте позицию для следующего мужчины. Итак, а для тех, кто выбирает одну позицию, я даю 3 секунды. Итак, приступаем. Для тех, кто выбрал первую позицию, какое место вы занимаете в жизни мужчины. И это у нас четвёрка кубка. Ну, наверное, сразу, девочки, начну по разным форматам отношений. Если вы загадали мужчину, который вам нравится, то четвёрка кубков говорит о том, что как-то вот... То есть у мужчины к вам есть симпатия, но он не видит от вас как бы никакого проявления симпатии с вашей стороны. Вот. И поэтому, собственно, никакого, я бы сказала, места в жизни мужчины вы не занимаете. Да, у него была симпатия, может быть, и были какие-то планы. Может быть, и хотелось каких-то с вами отношений. Но сейчас, на данный момент, сколько разочарования, ситуация застоя, да. То есть он не видит, он просто не видит симпатии с вашей стороны. И, собственно, ничего не планирует у него разочарования в отношении вас, что, ну, наверное, значит, с вами никаких отношений не получится. Дальше. Если у вас роман на расстоянии, вот, или вы в паре, или в браке, то здесь будет ситуация одинаковая для всех. Здесь какое место вы занимаете в жизни мужчины? Ему с вами скучно. Он не видит от вас ни чувственности, ни интереса, ни какое-то проявление. Отношения, вот, то есть действительно отношения не то, чтобы пришли к логическому завершению, пока еще нет. Но, тем не менее, действительно скука, застой, какие-то обиды, недомолвки, что-то такое. Хотя есть обилие возможностей, проблемы на самом деле надуманы. Кто-то из вас, скорее всего, вы, наверное, дуетесь непонятно на что, может быть, злитесь и обижаетесь, либо он, да, Антон, то есть вот такие вот отношения. Поэтому скука, основная это скука, да. Поэтому, то есть я хочу сказать, что мужчине не интересно. И здесь, да, нужно в отношении, пока они еще не пришли к логическому завершению, конечно, нужен всплеск чувственности в ваших отношениях. Я уже много раз говорила, это какое-то занятие совместное. Ну, вечер при свечах, это тоже скучно, по большому счету. Но если вы не устраиваете какого-то представления, сами лично, да, то, конечно, просто сидеть и ужинать, конечно, это скучно. Это можно, ну, один раз там, наверное, одно из первых, ну, в начале отношений, когда вам есть еще о чем поговорить, вот, да и вообще нужно всегда быть мужчине интересной, да, чтобы ему всегда было интересно с вами разговаривать. А здесь я не вижу, чтобы вам было интересно друг с другом о чем-либо разговаривать. Вот, поэтому, собственно, ситуация скуки и застоя. И вот отдельное, отдельное внимание хочу уделить и рассказать для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв, развод. То я хочу сказать, что здесь пауза, скорее всего, затянулась, да. Ну, честно говоря, вот какое место в жизни мужчины вы занимаете, ну, это расклад как бы не на чувства, да. Ну, вот у мужчины именно ощущение скуки, застоя, то есть нет желания у него на примирение, да. То есть именно вот такое место, ну, я бы сказала, не очень даже завидное вы занимаете в жизни мужчины, да. То есть основное по этой карте это то, что ему скучно, это то, что он не видит от вас проявления чувств. Он не чувствует, что он вам нужен. Вот. И интереса к вам он также не чувствует. Поэтому вот пока еще отношения не закончились, окончательно, да. То есть не пришли к логическому завершению. Конечно же, меняйте. Станьте интересны своему мужчине, чтобы он бежал за вами. И даже если у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, все равно можно заинтересовать, чем, да, элементарно поинтересуйтесь, как у него дела. Вы знаете своего мужчину не просто как дела, да, это такая дежурная фраза. Спросите, например, как у него здоровье, или как он сдал экзамены, как он отработал сегодня день, сели отчеты он сдал к концу года. Ну, вы знаете мужчину, да, по большому счету, поэтому поинтересуйтесь. Если у вас роман на расстоянии, так же можете у мужчины спросить, что-то конкретно, как у него дела, да. То есть не дежурную фразу, а что-то конкретное. Вот. Это уже будет проявление хотя бы интереса в его сторону. Вот такая ситуация. Ну, давайте еще посмотрим, а хотел бы мужчина, да, хотел бы он, чтобы вы занимали какое-то другое место в его жизни. Чего бы он хотел? Какое бы место он хотел, чтобы вы занимали в его жизни? Ну, он бы хотел, смотрите, девочки, он бы хотел серьезных отношений. Он бы хотел в вас вкладываться, о вас заботиться, дарить вам податки. Ну, конечно, в ответ, чтобы вы его ценили, чтобы вы им гордились, чтобы вы его поддерживали. Естественно, ну, здесь не говорится о проявлении чувственности. Но я так понимаю, что вы такая сильная женщина, хорошо стоящая на ногах, возможно, слишком серьезная. Вот, поэтому, может быть, вы просто не даете мужчине быть мужчиной, да. То есть здесь как раз таки карта, вот король Пентакли говорит о том, что позвольте мужчине быть мужчиной. Потому что это очень важно для мужчины. А вы будьте женственной. Женственной. Проявляйте чувственность, нежность, ласку, женственность в отношении мужчины. И позвольте ему реально быть самим собой. Вот, вот чего хочет мужчина, да. То есть он хочет стать мужчиной в ваших глазах для вас. Не важно, какой у вас формат отношений. Но иногда действительно, вот особенно сильные женщины, мы, не замечая того, сами перегибаем палку и делаем мужчину, который рядом с нами, слабым. А мужчине, у вас мужчина достаточно сильный. И он бы хотел быть мужчиной рядом с вами. Так позвольте ему это. Он хочет, чтобы вы рядом с ним чувствовали себя женщиной. Побудьте слабой. Да, сначала это трудно. Быть слабой. Но, тем не менее, многие боятся. Вот как? А вот он не сможет. А я окажусь в нелегкой ситуации. Вы попробуйте. Для начала. И давайте посмотрим. Все-таки, если вы позволите проявлять чувства к мужчине. И позволите ему быть мужчиной. То есть, попробуйте хотя бы стать слабой рядом с ним. Проявить свою женственность. Какой будет тогда итог ваших отношений. Ну, вы будете тогда строить отношения. У вас будут хорошие отношения. Серьезные отношения. Вы будете довольны. Но, тем не менее, смотрите. Все равно чувственности в ваших отношениях маловато. Все-таки чувственность. То есть, вашей паре нужен постоянный всплеск чувственности. Постоянно нужно что-то устраивать. Потому что, видимо, у вас у обоих склонность к такой серьезности, размеренности жизни. И у вас быстро происходит охлаждение чувственности. То есть, вы увлекаетесь делами, работой. И быстро происходит охлаждение. Поэтому, вам нужно достаточно часто устраивать вот эти всплески. Заниматься совместными делами. Я уже рассказывала, да, в этот раз не договорила. Это может быть катание на коньках, на лыжах. Какие-то активные... Ну, то есть, проведение времени в твоем как-то активно, весело. Ключевое слово здесь весело. Вам должно быть весело вместе. То есть, придумайте что-то такое, где вам вместе будет весело. Может быть, аквапарк, к примеру. Может быть, еще что-то. Включите фантазию. И придумайте такие занятия, где вам действительно обоим будет интересно. Самое главное, чтобы это было весело, чтобы вы смеялись. И это будет очень и очень здорово. То есть, позитивные эмоции, они запоминаются надолго. И они будут ассоциироваться у вашего мужчины именно с вами. Вот такая интересная, я бы сказала, непростая первая позиция. Карты я, естественно, убираю. Чтобы они нам не мешали. Чтобы они могли поучаствовать еще в других раскладах. Дальше переходим к второй позиции. Какое место вы занимаете в жизни мужчины? Те, кто запитали вторую позицию. Ну, здесь по четверке мячей я бы сказала, что мужчине с вами спокойно. То есть, он успокоился. И, в принципе, вот это спокойствие, оно дорогого стоит. То есть, мужчина очень комфортно себя чувствует. Но, тем не менее, все равно ему как-то чего-то не хватает в этой ситуации. Потому что успокоился. Может быть, примирение у вас было. Может быть, до этого было ссора, потом примирение. Сейчас он так спокоен. Либо он вас добивался и теперь спокоен. Но, в любом случае, это спокойствие ненадолго. Но, здесь вопрос, какое место вы занимаете в жизни мужчины. Ему просто с вами хорошо, комфортно и спокойно. Сейчас, на данный момент. Давайте посмотрим, чего бы он хотел, чтобы какое место вы занимали в его жизни. Чего бы он от вас хотел все-таки. Ну, он хотел бы все-таки вас постоянно добиваться. Постоянно добиваться, чувствовать себя на высоте. То есть, не просто спокойным. А именно таким триумфатором, победителем он бы хотел чувствовать себя. То есть, реально постоянно вас добиваться. Здесь мужчина-охотник, конечно. Поэтому, конечно, он ценит это спокойствие, которое есть. Но он готовится к новому рывку. К новому старту. То есть, если вы действительно создаете такие ситуации, что мужчине постоянно вас приходится добиваться и завоевывать, даже в супружеской жизни, и постоянно ему такие создаете ситуации, что он чувствует себя триумфатором, победителем, то честь вам и хвала. По крайней мере, мужчина этого очень-очень хочет. И если вы действительно будете создавать ему такие ситуации, то какими тогда будут ваши отношения? Ну, мужчина будет... Ну, во-первых, он и есть, да. Я так понимаю, такой лидер, да. Ну, собственно, поэтому и надо ему создавать такие ситуации. Потому что мужчина огненного знака зодиака, ну, то есть, принадлежит к стихии огня. Это мужчина энергичный, активный, жизнерадостный. Мужчина лидер, да, лидер в коллективе. И, конечно, вот это спокойствие, оно ему как-то не очень, да. То есть, ну, какое-то время оно ему нравится, но вот по четверке мячей это такое временное спокойствие, когда он готовится к новому рывку, к новому прыжку, да, к новому завоеванию, к новой победе. Вот, и это для него временное состояние. То есть, он так жить не может. Поэтому здесь, да, здесь нужно, чтобы вы все время убегали. Тогда ваши отношения будут долгосрочными, гармоничными. Мужчина, конечно, будет всегда проявлять к вам страсть, любить вас. И отношения будут, конечно, значительно лучше, потому что в них будет любовь, страсть. Но сказать о взаимопонимании, ну, с таким мужчиной вообще очень трудно найти взаимопонимание. Но, тем не менее, это вот мужчина, мужчина-охотник, мужчина-завоеватель. Как раз-таки вот все мужчины завоевательны, собственно. Но у полуогненной стихии особенно. Такому мужчине всегда должно быть интересно. Если ситуация спокойной жизни затянется, ему станет неинтересно, он будет искать интерес где-то на стороне. Поэтому, ну, вот немножечко сейчас теперь проговорю ситуации по разным форматам отношений. Для тех, кому мужчина нравится, вот он на какое-то время успокоился, но это не окончательно спокойствие, он все равно вас завоевает. Да, имейте в виду, создайте ему такую ситуацию, чтобы ему хотелось вас завоевать. Создайте интригу, интерес. И он вас завоевает и будет счастлив. Но, еще раз повторяю, сдались как бы на милость победителю. Опять, опять такую ситуацию создаете, да? То есть, он должен добиваться вас всегда, постоянно, всю жизнь. Это должен быть... Многие девочки возмущаются, говорят, как же так можно всю жизнь играть? Да нет, девочки. Это должен быть стиль жизни такой. Поэтому, честно говоря, вот определенные знаки зодиака, плохо, что они не всегда просто совпадают, но тем не менее, именно поэтому вот и пишут о совместимости, да? Потому что для кого-то вот эта игра в убегание, для девочек, я в практике с этим очень часто встречаюсь, то, что многие, многие, действительно, реально девочки, они вот от природы такие, и создают такие ситуации постоянно, то есть даже не специально. А вот другим приходится учиться, то есть другой знак зодиака, по-другому были звезды расположены в момент рождения, характер совершенно другой, тихий, спокойный. Вам такой мужчина не подойдет, ему будет с вами скучно. И тогда, да, то есть вы хотите мужчину, вам вроде бы нравится, яркий такой мужчина, яркий лидер, вот, он вообще яркий всегда, да, то есть эти мужчины вообще всегда яркие, активные. Ну, ему с вами будет скучно, а вам только поначалу будет интересно с таким активным мужчиной, но вам хочется тихой, спокойной жизни, а ему активной. И вот эта вот разница, и потом начинаются страдания, естественно, отношения, потому что играть всю жизнь невозможно, это действительно так. Просто если вам это близко, и как-то вот еще при этом вы услышали, что нужно играть, да, то вот вы начинаете как-то еще больше создавать интригу, чему-то еще научиться, но в любом случае это должно быть у вас в крови, в характере, вот эта вот игра. И у многих это есть, и у многих это классно получается, да, интриговать мужчину. Но есть другие мужчины, которым нужна как раз-таки тихая, спокойная жизнь, им трудно будет с женщиной-лидером, потому что женщине со временем станет скучно с таким мужчиной. А мужчина не выдержит вот этой активности. Ну, то есть какое-то время он еще вроде как за ней побегает, а, ну, раз-два, а потом ему надоест, он больше не будет ее завоевывать. Если мужчина другого характера, если он тихий, спокойный, то ему будет очень-очень сложно. То есть, вот, к примеру, те же знаки земли, то есть они могут сделать серьезный шаг, обтуманный, да, на встречу женщине, но завоевывать женщину, да, или все время как-то, он не будет. То есть они не будут, вот, земляные знаки нет абсолютно, вот, то есть только продуманные ходы, не значит, нет, они очень прямо линейны. А здесь именно с мужчиной огненного знака нужна игра. Дальше. Вот хочу немножко коснуться тех, у кого 40 конфликт расставания, разрыв, развод. Здесь мужчина готовится к тому, чтобы с вами встретиться и все-таки завоевать вас, то есть пойдет на примирение, ждите, ждите от него активных шагов, ничего не предпринимайте. И для тех, у кого Роман на расстоянии, то есть это временное затишье сейчас, хотя ему сейчас нужно действительно это затишье для того, чтобы собраться с силами. И дальше вот я вижу встречу, да, то есть он хочет реальную встречу, вот, а если вам нужен тихий, спокойный мужчина, то это не ваш вариант, просто. Ну, в смысле, не ваш вариант мужчины, я имею в виду. Вот. Поэтому имейте в виду, потому что здесь мужчины очень активны. И для тех, кто в паре, для тех, кто в паре, собственно, я уже общую ситуацию проговорила, это как раз для вас, да, то, что всю жизнь нужно создавать ему интригу, чтобы ему было интересно. Ну, действительно, он должен чередоваться, то спокойствие, то бешеный ритм. Вот. Именно такое чередование будет этому мужчине интересно. И тогда вы будете в его жизни занимать очень много места или играть большую роль, чем сейчас. Вот такая вторая тоже очень интересная позиция была. И теперь, девочки, переходим к третьей позиции. Для тех, кто третью позицию загадал, смотрим. Ваше место в жизни мужчины. И это пятерка кубков. Ну, пятерка кубков тоже как-то интересная, многограммная, конечно. И пятерка кубков говорит о том, что вы занимаете в жизни мужчины такое место на расстоянии. Даже сложно сказать, какое место конкретно, потому что здесь либо разочарование, либо разрыв, разлука. Но здесь по пятерке кубков скорее вынужденное расставание, я бы сказала. Ну, то, что мужчина переживает из-за вынужденного расставания, это да. Ну, здесь разные варианты могут быть, конечно. Я сейчас проговорю для разных форматов отношений. То есть, понятно, что если вы загадали мужчину, который вам нравится, чувства у мужчины, конечно, есть, но как бы в его жизни вы никакой роли пока не играете, он просто переживает, что с вами не получается вообще никак начать отношения. В чем проблема? Как бы в формате данного расклада я не вижу. Это либо личный расклад, либо какой-то другой. Посмотрите на моем канале множество различных раскладов, где вы можете посмотреть там чувства, мысли, намерения, действия. Поэтому здесь ему кажется, что он вас любит, а вы его нет. То есть, безответная любовь. Ну, вот такое место вы занимаете в жизни мужчины. То есть, он вас любит, а вы его нет. Дальше. Если у вас роман на расстоянии, ну, собственно, ситуация почти такая же. Мужчина считает, что вы ему, во-первых, вы не хотите встречи, а вы, во-вторых, не отвечаете ему взаимностью. Дальше. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, все то же самое. То есть, чувства у мужчины есть, но здесь чего нет, девочки. Действие со стороны мужчины. То есть, мужчине, видимо, очень нравится переживать. Для любого формата отношений. Поэтому он переживает, он считает, что вы его не любите, что он вам не нужен. Он переживает, но на примирение не пойдет. Это для тех, соответственно, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод. Ну, и каких-то шагов в любых других форматах отношений мужчина сделать не готов. То есть, ну, вот такой характер, да. То есть, он склонен к переживаниям. Дальше. Для тех, кто в паре или в браке. Смотрите. Здесь либо реально вынужденное расставание с мужчиной, да. Это, может быть, мужчине пришлось уехать куда-то. Или вы уехали куда-то в командировку, по делам, там еще что-то, какая-то поездка. И мужчина очень сильно переживает. Ему кажется, что вы его бросили, что вы его не любите, да. То есть, реально переживает. Если ему самому пришлось уехать, то, ну, вот такое бывает, да, что мужчина уезжает, если бы зваться, если он привык, как бы быть рядом с сильной женщиной постоянно, то ему очень трудно. Он как ребенок, да. Он как ребенок, да. То есть, он не может сам справиться с какой-то ситуацией. Ему постоянно нужно, чтобы вы были рядом. И ему очень трудно. Он, конечно, в переживаниях. Вот такая ситуация. Но если все-таки мужчина никуда не уезжал и находится рядом с вами, то, тем не менее, ситуация такая же, да. То есть, даже если вы в паре или в браке, имейте в виду, что ваш мужчина все время переживает из-за того, что он вас любит, а вы его нет. То есть, именно вот такое место вы занимаете в жизни мужчины. То есть, вы его любовью, за которую он постоянно страдает, даже если страдать не из-за чего. На каком месте он хотел бы вас видеть в своей жизни? Ну, самое интересное. Он как хотел бы за вас побороться даже. Точнее даже, я бы сказала, да, это карта борьбы. Я бы сказала, даже вот в данном случае, наверное, он хотел бы, чтобы вы за него поборолись, да. Чтобы вы как-то страх строили к нему. как-то вот больше, больше внимания ему уделили бы. Может быть, какие-то разногласия, какие-то может быть выяснение отношений, что-то еще выяснить отношения он хотел. Хотел бы занять лидирующее место в паре даже. Да. Но, честно говоря, вот учитывая его характер, он не сможет. Но хотелось бы. Хотелось бы ему с вами побороться, быть лидером в паре. Вот. И за вас, может быть, как-то даже побороться. Ну, скорее, скорее я вижу ситуацию, что вы будете за него бороться, чем он за вас. Поэтому вот об этом я и говорю. Но он-то видит по-другому, да. То есть, иначе говоря, он хотел бы, конечно, с вами стать сильным. Но учитывая, что вы женщина очень сильная, вот, он уже привык к такой слабой позиции. И он, конечно же, не сможет. Хотя хотелось бы ему именно занять лидирующее место в вашей паре. И ему стать сильным. Получится ли у него стать сильным? Давайте посмотрим. Ну, да, вполне, в принципе, есть такая вероятность, что и получится. Я так понимаю, что он у вас огненного знака зодиака. Вот ему хотелось бы стать сильным. Но вы, видимо, значительно сильнее его по характеру, естественно. Поэтому вот как-то он чувствует себя рядом с вами очень слабым. Но хотелось бы ему стать сильным, страстным. То есть, совершать какие-то мужские поступки именно для вас. Но попробуйте, попробуйте дать ему возможность именно проявить силу характера, да. Может быть, и для себя поддержать его, естественно, да. Попробуйте, может быть, получится. По крайней мере, он сильно этого хочет. Вот. Но ведь, как бы не секрет, что всем нам приятно, когда мужчина действительно мужчина с большой буквы и сам проявляет инициативу. Вот здесь он очень хочет, но не может, не может. Ему кажется, что вы его не любите и не цените, да. Попробуйте поменять ситуацию. Покажите, что вы его любите, цените. Но при этом не совершайте никаких активных действий. Дайте ему возможность, пусть он, пусть он в отношении вас совершит какие-то активные действия и, собственно, посмотрите, да. Потому что, по крайней мере, мужчина очень хочет. Я думаю, что стоит. Потому что, ну, вот в той позиции, в которой сейчас, да, он находится, слабая позиция, а вы в сильной, мужчине очень тяжело. Поэтому попробуйте, возможно, возможно, еще сами потом, то есть, сами будете потом восхищаться тем мужчиной, которого вы сделаете, даже хочется сказать. Так что, здесь все в ваших руках. Ну, вот слабая позиция, я по этим картам сейчас смотрю, он долго не выдержит. Именно слабой позиции. Поэтому, дайте ему силы, дайте ему силы, да, поддержку. И, вот, есть такие женщины, которые могут мужчину сделать сильным. Вот, попробуйте. Попробуйте, здесь вполне, эта позиция вероятна, да, то есть, вполне возможно, что у вас получится сделать его сильным. И тогда он будет благодарен вам всю оставшуюся жизнь. Когда женщина делает из обычного мужчины успешного мужчину, да, естественно, он потом всю жизнь ценит, потому что все свои достижения, все свои успехи он связывает именно с этой женщиной. Вот такая интересная, непростая третья позиция. И дальше переходим к четвертой позиции. Для всех, кто загадал четвертую позицию, ваше место в жизни мужчины. Ну, здесь вы занимаете очень серьезное место в жизни мужчины. Самое главное. И сразу, наверное, после разным форматом отношений, если вы загадали мужчину, который вам нравится, то вы женщина, которой хочется добиваться, с которой хочется начать отношения, и начнет, да, он готов к активным действиям, уже готов, уже, можно сказать, мчится вам навстречу. Вот. Если у вас Роман на расстоянии, то да, вы женщина, с которой он хочет серьезных отношений, он хочет с вами встречи, естественно, да, то есть вы очень большое значение играете в его жизни, очень серьезное место занимаете в его жизни. Здесь, конечно, у него очень сильные чувства, а мы очень серьезные намерения. Дальше, если у вас 40 конфликт, расставание, разрыв, развод, то все так же, девочки, очень большое место вы занимаете его в его жизни, конечно же, он мчится уже на примирение, потому что у него чувства очень сильные и страстные. Дальше, если вы в паре или в браке, то также здесь мужчина счастлив, вы, видимо, вместе, вместе, вот как две лошади, белая и черная, такой у вас тандем прекрасный, два лидера, скорее всего, да, но два лидера, которые могут идти на уступку, на компромисс и мчитесь по жизни совместно, да, то есть мужчина счастлив рядом с вами, если вы в паре или в браке. и здесь никаких дополнений нет, вы занимаете в жизни мужчины огромное место, то есть вы, я бы сказала, вы делаете его успешным, при этом развиваясь сами, и он мчится к вам, мчится за вами, мчится рядом с вами, поэтому здесь позиция прекрасная. Но хотел бы мужчина как-то изменить, да, может быть, какое-то другое место, он хотел, чтобы вы занимали в его жизни. Ну, нет, нет, я хочу сказать, что нет, ему, конечно, больше хочется, чтобы он был лидером, да, то есть, чтобы вы не рядом с ним мчались, как сейчас, да, что он за вами, он был лидером, вот, то есть, ему бы так хотелось, но на самом деле, я считаю, что та позиция, которая сейчас, она наилучшая для ваших отношений. Ну, что будет, если вы отдадите ему лидерство, да, как тогда будут развиваться ваши отношения, вот, ну, тогда чувства, уйдут чувства, то есть, все будет прекрасно, да, отношения будут также серьезными, но уйдут чувства, то есть, они остынут, вот Рокки Пентакли, все у вас так же будет прекрасно, как и по колеснице, но более спокойно, то есть, остынет чувства, естественно, вот, поэтому здесь, я считаю, что та позиция, которая сейчас, это место, которое вы занимаете в жизни мужчины, Сейчас, как вы себя ведете, вот так все и продолжайте. Здесь позиция идеальная для вас обоих. Ну а то, что ему хотелось бы быть лидером, пусть ему всю жизнь хочется быть лидером. И пусть он всю жизнь скачет либо за вами, либо рядом с вами. Это замечательная позиция, это очень крепкие, стабильные отношения. Вот здесь мне больше нечего, честно говоря, добавить по четвертой позиции. Ну и теперь, как всегда, по традиции в конце каждого видео. Карта исполнения желаний. Загадывайте желания. Я думаю, что вы уже профессионалы у меня, все мои подписчики, которые постоянно, ну может быть и не только подписчики, может быть и гости моего канала, которые смотрят постоянно мои видео. Просто я не хочу сегодня повторять правила загадывания желаний, потому что вот правда мне кажется, что все уже просто профессионалы по загадыванию желаний. Ну а если вы все-таки хотите именно правильно, то есть первый раз смотрите мое видео и хотите правильно загадать желание, ну посмотрите предыдущее буквальное видео, там я рассказываю правила загадывания желаний. А сейчас просто счастливая карта на исполнение всех ваших желаний. И естественно для тех, кто подписался на мой канал и поставил лайк под этим видео. Потому что я даю вам свою позитивную энергию, вибрации моей карты на исполнение желаний, вот, а вы в ответ мне ставите лайк. Ну не мне лично, да, под моим видео. Тогда идет правильная энергию. Итак, счастливая карта. Представили желание, испытали счастье, радость, эйфорию. От исполнения вашего желания и счастливая карта. Прекрасная восьмерка жезлов. Конечно, конечно, ваше желание исполнится страстно, да, страстно вы желаете, чтобы оно исполнилось, исполнится через 8 недель. А, и вы будете, конечно, счастливы, что ваше желание исполнится. Ну, по восьмерке понятно, что жезло это действие, а все-таки что-то нужно будет, какие-то действия произвести для исполнения. Может быть, что-то узнать, чем-то поинтересоваться, да. Ну, то есть, какие-то действия все-таки нужны. Но здесь больше, я бы сказала, получение какой-то информации. Возможно, нужно для исполнения вашего желания. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что желание, конечно же, исполнится. Можете быть в этом уверены. Потому что желаете вы его очень и очень страстно, да, когда страстно чего-то желает, что, конечно, все исполняется. Но при этом не забывайте отпускать желание, ведь оно уже исполнено. Поэтому отпустите ситуацию и об этом больше не думайте. На этом желаю вам счастья, радости, удачи. Всего вам самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok